Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурий-Иван. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. День памяти и скорби. Сегодня в Анапе вспоминали жертв политических репрессий и политики расказачивания. Сильные стороны слабого пола. На фестивале «Красота», «Грация», «Идеал» женщины со всей Кубани доказали, что они не только красивые и грациозные, но еще и спортивные. О чистоте окружающего мира и душе говорили поэты, прозаики и музыканты на творческом вечере, посвященном Году экологии. Юрий Поляков поручил управлению ЖКХ пересмотреть подход к ремонту дорог в сельских населенных пунктах. Что может быть проще? Делать ремонт нужно там, где просят люди. Об этом сегодня глава НАПа говорила с жительницей Витязева на приеме граждан. Я принесла фотографии, где у нас началось строение тротуара. И вот так вот бросился аппендицин. А где это вообще? Это Витязево, 3-й микрорайон, где когда-то он был начинал строиться, и сейчас ему 17 лет. Это в сторону Песчаного? Да. Галина Наговицына утверждает, в Витязево ремонтируют только центральные дороги. До улиц, где не ездят маршрутные автобусы, не доходит и дорожная техника. Школьная Олимпийская, Македонская утопают в пыли и бездорожье. Глава Анапы уже поднимал вопрос о такой избирательности в дорожном ремонте. Поднимите все жалобы, все жалобы, заставьте на конкретные улицы возить. Григоря, ну почему это не дело? Почему я сейчас это слышу? Мне просто интересно. Управлению ЖКХ Юрий Федорович рекомендовал серьезно заняться дорожным вопросом и пересмотреть приоритеты в пользу мнения людей. А вот в сфере торговли приоритеты останутся неизменными. Город до сих пор освобождают от выставленных в нарушение закона объектов. А долгосрочные договоры на торговлю в скверах, на газонах, набережной расторгают. Исключений не будет, заявил Юрий Федорович очередному просителю оставить все как есть в палатке на верхней набережной. На личном приеме глава Анапы также рассмотрел вопросы о трудоустройстве и улучшении жилищных условий. 30 октября – день памяти пророка Осии. И даже ни погода не помешала сегодня собраться православному часовне, названной именем святого. Там прошел праздничный молебен. Праздничный молебен пророку Осии отслужили духовенство Свято-Ануфриевского храма Проте-Ере Геннадий и Проте-Диакон Иоанн. Для анапчан пел хор Свято-Ануфриевского храма. На этом самом месте в 1937 году был разрушен храм святого пророка Осии. Интересно, что даже до строительства часовни каждый год 30 октября на Свято-Асиевской площади собирались православные и служили молебен в память о святом. Православные традиции сильны и сегодня. Духовная жизнь объединяет людей, дает им волю и стойкость к испытаниям. Сегодня в День памяти жертв политических репрессий анапские казаки собрались, чтобы вспомнить жертв гражданской войны, а также политики расказачивания. Сосланных и расстрелянных, начиная с первых лет советской власти и заканчивая серединой 30-х годов 20-го столетия, которые историки называют годами Большого террора. Дата очень важная для казачества, потому что казачество наряду со священниками Русской Православной Церкви были подвернуты сразу после революции к сильнейшим репрессиям. Почему это объясняется? Очень просто. Потому что монархия и казачество, как оплот самодержавия, поддерживали царскую Российскую империю. Этот оплот, эти подпорки Российской империи надо было уничтожить. История русского казачества после Октябрьской революции до сих пор является предметом самых жарких исторических споров. Один из признанных всеми специалистами документов – секретная директива Центрального комитета партии большевиков от 22 января 1919 года. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству было предписано применять меры, которые гарантировали бы их фактическую покорность новой власти. В сентябре того же 1919 года Лев Троцкий сформулировал так называемые тезисы о работе на Дону. Мы возьмем под свое решительное покровительство и вооруженную защиту те элементы казачества, которые делом пойдут нам навстречу. Мы будем беспощадно истреблять все те элементы, которые будут прямо или коственно оказывать поддержку врагу и чинить затруднения Красной Армии. Казачеству, в том числе и кубанскому, вместе с крестьянством пришлось пройти через раскулачивание, коллективизацию. А тех, кто сочувствовал белым во время гражданской войны, вспомнили в середине 30-х. Многие оказались в лагерях и ссылках по доносам, в том числе ложным. В июне 1992 года Верховный Совет России постановил полностью реабилитировать казачество. Мы добились, во всяком случае, того, что люди помнят. Если помнят, уже мы не являемся как бы Иванами без родства. Мы помним тех, кто погиб, уничтожен был. Мы помним своих родителей, которые умерли после уже репрессий. Но они с честью выполняли свои гражданские обязанности перед Родиной, служили, работали, воевали. У меня папа воевал, медаль за отвагу имеет мама, медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Качагаром на паровозе работала, она правильно работала. Словосочетание «красные казаки» также возникло еще в годы Гражданской войны. Впервые казачьи подразделения в традиционной форме прошли военным парадом 1 мая 1937 года по Красной площади. В Великую Отечественную войну сотни тысяч казаков сражались на ее фронтах в кавалерийских частях и разведке. Нам нужно сегодня консолидироваться, потому что сегодня как международная политика, так и некоторые процессы политические, которые в стране происходят, они требуют только нашей консолидации. Хочу вам заверить, что администрация и в целом органы исполнительной власти, которые находятся на территории Анапы, будут помогать отстаивать те права, которые принадлежат по праву гражданам, которые подвергают политическим правилам. После минуты молчания памятный венок отправился в сквер боевой славы, к монументу жертвам политических репрессий. История Анапы неразрывно связана с именами людей, чьи героизм и славная доблесть служат примером гордости и уважения. В апреле этого года сквер, расположенный на пересечении улиц Астраханская и Лермонтово, был назван в честь нашего земляка Павла Сергеевича Саркисьяна. В эти выходные состоялась торжественная церемония установки информационной таблички в основании памятного знака. Несмотря на проливную дождь, на мероприятия прибыли десятки человек. Здесь ветераны военных конфликтов, представители городской администрации, участники движения «Молодая гвардия» и анапчане, которые помнят Павла Саркисьяна по его поступкам, делам и той лепти, которую он внес в развитие города. В честь вашего, нашего замечательного друга Павла Сергеевича Саркисьяна, который действительно прошел Афганистан, является орденоносцем. И в мирные годы, когда он пришел уже после службы в армии, занимал активную гражданскую позицию, был наставником у ребят у молодых, выступал в школах, занимался чисто патриотической, не только патриотической работой, но и реабилитацией тех ветеранов войны, которые пришли уже после этой войны инвалидами, способствовал именно укреплению их здоровья. И это самое важное в его жизни. Для Павла Саркисьяна Анапа была настоящей малой родиной. Он всегда помогал и участвовал в жизни города. Был для всех примером и вдохновителем. Любящий муж, заботливый отец трех дочерей и совсем молодой дедушка. Его трагическая гибель потрясла не только близких людей, но и весь город. Это не только для меня, а для всех друзей, ветеранов. Это великий человек, который никогда не оставался в стороне от бед, от горя, от всего. Информационная табличка открыта, но это только начало. В Анапе объявлен конкурс на лучший эскизный проект памятного знака для сквера имени Павла Саркисьяна, итоги которого будут подведены экспертной комиссией 30 декабря. Он посвятил свою жизнь. Это не просто слова, это реальные дела. Я тоже прекрасно понимаю, что для будущего молодежи невозможно жить без прошлого. Потому что, казалось бы, война, которую прошли мы все, она где-то далеко. А оказывается, нет она рядом. И вы все прекрасно знаете и чеченские события, и события террористических актов повсюду. Мы готовы должны быть к любому проявлению агрессии со стороны наших врагов. А для этого такие мероприятия, что люди должны знать, на них надо учиться, на их подвиги, на их отношения к жизни, ко всему, что его окружает. Открытие памятного знака планируется провести 15 февраля 2018 года, к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Видеоролик «Анапчан», посвященный Дню народного единства, стал лучшим на конкурсе, который прошел в рамках молодежной акции «Автопоезд за народное единство». Мероприятие прошло в Крымске и объединило молодежи из 10 муниципалитетов. Я хочу пожелать единства нашему народу. Безусловно, быть открытыми людьми, ничего не бояться, ничего не стесняться. В первую очередь, это быть дружным, толерантным друг к другу. Простые пожелания. Как пояснили авторы, они постарались сделать ролик максимально простым, потому что все сложное состоит из простых вещей, благодаря которым становится интересно жить в городе, регионе и стране в целом. И этим настроением хочется делиться со всеми в мире. Виндетский сила! Около ста участниц со всего Краснодарского края приехали в Анапу на уже традиционный фестиваль женского спорта «Красота, грации, идеал». Программа была рассчитана на два дня, включала в себя как физические упражнения, так и творческую часть. Оригинальная хореографическая композиция, домашняя заготовка. Одна сторона медалей, которые уже ожидают своих обладательниц. Другая – упражнения из комплекса ГТО. Отжимания, пресс, а также гибкость. Команда из Гулькевичского района. Среди участниц есть те, кто занимается легкой атлетикой и даже гиревым спортом. В фестивале участвуют постоянно. В этом году впервые с ними хореограф Лариса Морозова. Прекрасно, очень хорошо, тепло встретили нас. И хорошие организационные моменты. Мы думаем, что начало было положено замечательно. Как хореографу мне интересно посмотреть, чем живут другие районы. Ну и показать свои, конечно, действия в ГТО. Всего в город-курорт приехали около ста представительниц прекрасной половины Кубани. В фестивале уже более 15 лет. Последние годы организаторы проводят его в Анапе. Здесь очень хорошая база. Мы проводили на Амельково 30 в спортивном комплексе. Теперь школа Виктория. Мы уже второй раз проводим здесь. И в принципе этого устраивает и участниц. Потому что город все-таки организован для досуга. И после соревнований девушки могут пройти и к морю, и подышать. И потом вернуться к себе в станицу. У анапчанок, как рассказала Елена Кузнецова, маленький дружный коллектив, с которым они ездят на самые разные соревнования. Мы готовы. У нас очень дружная компания. Мы достаточно часто ездим на всевозможные соревнования в разные города. И Краснодарский край, и за пределы. И мы дружно выступаем. И готовы сегодня показать, на что мы способны. Мы все мамы. У нас у всех есть дети. Но мы находим время на занятия физкультурой. В этот раз анапчанки заняли восьмое место. Третье у спортсменок из Краснодара. Второе у Туапсинского района. На вершине пьедестала почета команда Успенского района. В каменном зале Центра культуры Родина в минувшие выходные прошел творческий вечер пяти анапских поэтов «Пусть шумят деревья над Россией», посвященные году экологии. Авторы посвятили его экологии не только окружающего мира, но и человеческой души, которая как природа нуждается в чистоте и заботе. На творческой встрече выступили члены литературного объединения «Парус» Любовь Ишунькина, Екатерина Борисова, Людмила Францевич, Сергей Левин и Лариса Каменщикова. Лирического настроения добавили песни бардов Валерия Борисова и Геннадия Богданкевича. Он в прошлом кадровый военный, большую часть жизни отдал военно-морскому флоту, а выйдя на заслуженную пенсию, посвятил себя искусству. Иду в тревожных планетах, а вы страны и тешелете, Вот так и лучшие годы пройдут, а мы и не заметим. У меня несколько циклов песен. Первый цикл, конечно, песни о службе, о военно-морской службе. Второй цикл – лирика и патриотика – третий цикл. Ну, а берется это все, я не знаю, берется изнутри. Сюжеты разные бывают, просто иногда что-то мгновенно получается. Увидел что-то интересное или же наоборот, что-то, что может человека напугать и как-то раздражать. И получается какой-то сюжет. Имя Людмилы Францевич внесено в книгу «Знаменитые люди Кубани». Она поэт-прозаик, член Союза писателей России. Ее стихи наполнены удивительным теплом и спокойствием. И, как признается она сама, в основе каждого прожитое мгновение. На свидание иду, в горсти крошки зажав, с миром тем, у которого надо учиться быть доверчивым, верным. Все мое творчество – это моя биография, это моя жизнь. Она выплескивается на бумагу. Вот в такие моменты, когда хочется поделиться с друзьями, я, наверное, еще эмоции подключаю, поэтому надеюсь, что я не напрасно пишу. Авторское прочтение текста всегда интересно, ведь только сам поэт способен озвучить стихи с той интонацией, в которой они были задуманы изначально, ярко, выразительно, предельно точно. Поэтому зрители, которые, несмотря на капризы анапской погоды, побывали на творческом вечере, не скупились на аплодисменты. Как рассказала руководитель литературного объединения «Парус» Лариса Каменщикова, подобные встречи с анапскими поэтами планируется сделать регулярными. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. С «Салями» финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А. «Крымская» – 98. «Амелькова» – 28. И «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 31 октября в Анапе ожидается пасмурная погода. В течение суток возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Ночью прохладнее – 7 выше 0. Ветер западный от 10 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление из 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новостей «Медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.